И о заявлениях Лукашенко и военной активности на территории Беларуси будем говорить с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко в нашем эфире. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вадим. Только что вы на сегодняшний день про последний день диктатора, а тут у некоторых диктаторов совсем не последние дни. Вадим, ну давай дело времени. Однозначно. Давайте с вами еще обсудим вот этот посыл Лукашенко о национализации. Очень похоже на то, что сейчас делают оккупанты с имуществом украинцев на временно оккупированных территориях. Если выехал в Европу или на подконтрольную Украине территорию, то по сути забудь о квартире или доме. Слушай, а также такая же тактика сейчас и у Лукашенко. Ну такая, видимо, логичная для авторитария тактика, знаете, такая несколько феодальная представление, что все, кто живет на этой территории, это люди и сами твои имущества, и поэтому так вот и можно распоряжаться. В этом смысле достаточно для такого типа мышления логичная попытка поправить свое, прямо скажем, не выдающееся экономическое положение, ну просто за счет действительно, да, комплискации имуществ у правого рода врагов народа. Какие-то эфемизмы не придумывай, по факту именно этот термин диктаторы используют. Поэтому да, логично, что Лукашенко, в общем, раньше достаточно ясно демонстрировал, что право собственности в Беларуси достаточно условная вещь, и, конечно, ну, порядка, без работающей судебной системы государство может все уже отобраться, и поскольку предусмотренные предприниматели легко подтвердят, что выиграть суд у государства, даже по какому-то хозяйственному, небольшому вопросу, это практически нереально. Поэтому, да, если сказать имущество, в таких условиях, в общем, сложно как-то бороться. Но, все равно, нельзя не посочувствовать людям, которые с этим сталкиваются, потому что у многих, например, начинаются с того, что суды над уехавшими пенсионерами, у людей, братья, действительно будут чуть ли не единственные квартиры отжимать, в прямом смысле. Ну, а у кого-то какой-то бизнес, который несколько лет назад расставил, что было очень такие классные условия, надо только договориться с Лукашенко, и можно инвестировать, и все будет шикарно. Ну, вот, то есть вспомнил диски, которые, по-моему, требуют диктаторы нас. Все же как-то недальновидно, он думает. Такие действия ведь они инвесторов в итоге не привлекают. Слушайте, вы метко подметили, что это будет недальновидно. А чем он думал, когда, например, обязывался в еще большую зависимость от России в осенью 20-го года, думая, что это же так классно, ты получишь российскую поддержку, подавишь внутренний протест, и все будет шикарно. А потом оказалось, видите, как недальновидно, что, конечно, оказалось, в тему всю войну Россия использует белорусскую территорию как хочет, и Лукашенко практически теперь является соогреском. И, может, ему и было бы комфортнее в том виде миротворца, как он был в 15-19 году. Но только уже это не во его власти. И это, мне кажется, наглядно диспансирует, прямо сказать, что недалевидность всех диктаторов, диктаторы, они просто очень хотят, чтобы Лукашенко, чтобы Путин, чтобы мы все думали, что они какие-то гениальные тайные планки, все делать. А, ну, как мы видим, они постоянно совершают очень недалевидные решения. Уж про недалевидность решения начать войну в России против Украины тут объяснять нечего. Мы видим, почему это, потому что сейчас саму Россию привело, и вот уж где было недалевидение. Ну, да, эти тайпы совершают ошибки. Да, и, Вадим, давайте же обсудим с вами сейчас военную активность на территории Беларуси. Лукашенко распорядился провести проверку боевой готовности. Кроме этого, мониторинговая группа белорусских гаенцев сообщает, что Россия перебрасывает технику ближе к границе Украины, сообщает, что, по данным наблюдателей, ближе к границе перемещены 24 единицы военной техники, в том числе 4 трала с танками, Т-80, минометная батарея, машины связи, инженерная техника. Что вы можете сказать об этих внезапных проверках и всех передвижениях и передислокациях, которые сегодня происходят на территории республики? Ну, действительно, очень хорошо, что вы обратили внимание именно на сообщения Беларусского ГОИНА. Потому что я всех всегда призываю меньше обращать внимание на болтовню Министерства обороны, который может сделать разное провокационное заявление, разный билет, раз обочнее те фактически наблюдаемые перемещения техники, в частности, российской техники. И благо мы видим, что в Беларуси остается достаточно людей, которые, не зная на то, что фотографировать российскую технику и сообщать об этом, это уже есть примеры, когда люди председают по 5-6 рублей за такие действия. Тем не менее, Беларуси все равно смело это делают. И благодаря этому мы можем видеть реальные качества действий, а не то, как Южнадь Лукашенко хотел бы нам, прогрендисты, это подать. Очень важно следить за такими перемещениями техники, потому что, действительно, перемещения техники сложнее стыдить, чем те, просто абстрактные планы. Их сложнее имитировать, потому что это главное право возить. И, конечно, когда, перечислили какие-то модели танковых, манометов, я не военный, мне это ничего не говорит, но уверен, что украинские военные понимают, как что-то этим делать и понимают, как подготовиться к потенциально такой угрозе. Поэтому, действительно, как только идут перемещения техники возле границы, я думаю, украинский взгляд также за этим плотно следит. И Украина не однократно демонстрировалась, в общем, понимая риски отражения сборской территории и к этому готовится. И Москвы уничтожены, и различные мировые утверждения, и, вероятно, другие мероприятия для паски есть, которые не так очевидны. Потому что, как мы видим, пока у власти Лукашенко, то Россия может использовать белорусскую территорию так, как посчитать нужно. И, очевидно, что вторжение может быть тогда, когда просто Россия этого военно захочет. Поэтому на любое перемещение российских танков надо очень внимательно смотреть, конечно. Да, но вот стоит отметить, что те же аналитики Американского института изучения войны считают, что прямое участие белорусских военных в войне против Украины маловероятное. Кроме того, что Генштаб Вооруженных сил Украины заявлял, что для вторжения со стороны Белоруссии сейчас еще и не накоплено достаточных сил. Что вы думаете в целом о возможности вторжения повторного? Смотрите, я думаю о том, насколько эти 24 единицы российской техники, насколько это достаточно для вторжения я думаю Украинский генштаб применяет гораздо лучше меня и в этом смысле порядок действительности достаточно. Как выделять две вещи? Одно это постоянные инсинуации про участие вооруженной армии, которое пока нечаянно подтверждено, нет ни единого примера, что кто-то сбросил солдат сейчас в войне, нет ни единого примера, что Якова Путина давит на Лукашенко, это тоже постоянный пропагандистский эмиратив. В действительности мы видим, что Лукашенко предоставляет России все, что она хочет, и всю территорию, всю структуру, всю технику, все снаряды. Это тоже хороший военный вопрос, если мы, в том числе благодаря данным Белорусского Горьина, постоянно видим, как условные белорусские техники и снаряды отправляются в Россию. Ну, в России, сами видите, какое положение сейчас техники и военные везде и пытаются найти. Так, наверное, если Белорусская армия отправила много техники и снарядов в Россию, наверное, универсомольские техники и снаряды очень десантливаются меньше, и в Брехе это сильно ее подготавливает к войне. Но приеме всего этого, мне кажется, важно разделять факт, что действительно и правильно аналитики американские говорят, что все считают маловероятные отношения Белорусской армии, поэтому и американские аналитики и рассветка Украины, а вот использование Белорусской территории и России не просто вероятно, а это происходит и при Лукашенко будет происходить дальше. Поэтому, если условно в течение какого-то недели или месяца нет обстрела в Белорусской территории, а потом они резко происходят, то тут к члену нечему удивляться и мы видим, что Россия и дальше может территорию использовать, а уж какие у России будут военные планы, когда Россия посчитает нужным больше севера или северо-востока, это уже в принципе выходит на пределы политического анализа, это уже сугубо военный вопрос. Вадим, а почему вы считаете, что нет никакого давления между Путиным и Лукашенко? Лукашенко все делает тоже по доброй воле и считает себя полноправным участником этих военных действий? Я не говорю, что нет давления, я говорю, что мы не видим никаких отказательств того, чтобы Путин довел, а Лукашенко этому как-то сопротивлят. Повторюсь, да, Лукашенко было бы значительно комфортнее находиться в ситуации 15-19-го года, когда полностью по Украине миротворец, а не участник конфликта, и Лукашенко получает соглашение с Западом на этом фоне. Но Лукашенко сам себя загнал в противоположную станцию, такого в ней предоставления больше нет. Никакого ресурса сопротивляться российская армия у себя не видит, он и такого шанса не видит, и этого не собираются делать. И в одной действительности, что мы видим, что все, что Россия хочет, Россия получает, это и автомобильные дороги белорусские, и железные дороги, господные для лечения российских солдат, аэродромы для напуск космолетов. Теперь все тренировочные центры для обучения российского визона. И это все не про примеры давления, а про примеры того, что Путин хочет, и Лукашенко все это не дает. И поэтому, когда белорусская пропаганда пытается в стороне нератив, что якобы по участию в белорусской армии в войне Путин давит, а Лукашенко сопротивляется, мы не видим никаких примеров такому, чтобы Лукашенко сопротивлялся с какого-то давлением у Путина. Просто есть то, давайте тогда обсудим еще заявление из Министерства внутренних дел Беларуси. Там предлагают законодательно закрепить широкую военную подготовку жителей Беларуси. Кроме того, замминистра МВД Николай Карпенков уверяет, что демобилизованные за последние три года силовики из внутренних войск сами уже якобы прибыли на сборы, я процитирую, так как внешние обстоятельства обязывает. Кроме этого, он заявил, что мобилизации не будет, а желание добровольцев воевать, это ответ на все планы Перамога, на все батальоны Калиновского и прочие бригады. Вадим, вот много ли таких, которым бы хотелось дать ответ всем тем, кого упоминает этот товарищ из МВД? Таких добровольцев, желающих воевать? Я был бы удивлен, если бы Карпенков сказал, что, не знаю, вся подготовка внутренних войск провалена, люди там совершенно демобилизованы, им все неинтересно, и воевать они все наружные хотят. Вот это было бы новостью. Понятно, что русские силы будут рассказывать какие они классные, как они активно все готовятся, за поводом всем возможным внутренним и внешним программам. И как все бегут за повестками, как в России во время частичной мобилизации, да, рассказывают? Конечно, я всегда хочу представить ситуацию лучше, чем она, поэтому тут ничего не удивительно, и видим, что после 20-го года, конечно, усилилось влияние белорусских самоков, силы понимают, что режим нуждается как никогда, и, конечно, в такой ситуации пытаются и получить дополнительные ресурсы, получить больше полномочий, больше активностей. Ну, справедливость развивается в целом свойственно разным бюрокартическим ведомствам, которые всегда стараются получить побольше ресурсов, побольше всякой активности привести, это, естественно, положено. И подчисло все, конечно, от какого хочется больше денег и больше полномочий. Ну, а с другой стороны, действительно, сам факт этой миликаризации усиливает себя различные внутренние войска, оборону, увеличение военных бюджетов, ну, совершенно логично сейчас в нашем регионе идет война. И если мы посмотрим условно за последний год не только на Украину, Россию, но и на Белоруссию, и на Литву, и на Польшу, и на Молдову, есть ли везде какие-то признаки милитаризации? Ну, конечно, есть. Было бы странно, если бы их не было и идет война. И в этом смысле это неудивительно, что для Лукашенко тоже становятся актуальны эти вопросы. Поэтому, я думаю, это сочетание этих двух факторов и им обусловлено эти разговоры доказировать различную милитаризацию Белоруссообщества. И, Вадим, Лукашенко на прошлой неделе много наговорил об Украине на саммите в Бишкеке, рассказывал, откуда готовилось нападение. К тому же, Лукашенко и Хренин до сих пор часто заявляют, что и сейчас Белорусь, и Минск одна из целей Запада и НАТО. Скажите, на кого рассчитаны эти заявления, что за ними стоит и как много людей верят подобным заявлениям Лукашенко? Ну, смотрите, заявления эти рассчитаны в первую очередь на Россию, потому что риторически воевать с Западом и НАТО Лукашенко гораздо приятнее, чем на земле воевать непосредственно с Украиной. Поэтому Лукашенко, да, видев, в последнее время он активно выступает таким непрошенным, агрессивным прессом, которым Путина, который фактически пытается рассказывать то, что на его взгляд сейчас Россия не более понравится. Отсюда и рассказывает про угрозу НАТО, и рассказывает про необходимость капитализации Украины и переговоров в действительных условиях. Отсюда были специальные вот такие заявления. Пытка риторической поддержки и еще была очень давняя шутка про Лукашенко, что он выбирает программу внешнего обмен на поцелуи. Сейчас такая, значит, программа экономическая поддержка обмен на вот такую вот риторику. Но фактически во многом эти заявления помимо такой ориентации на Россию, это ориентация в том числе в какой-то степени, не парадоксиально, но на нас с вами, чтобы мы это обсуждаем. Потому что Лукашенко заинтересован, чтобы все максимально не забывали, что есть в Беларуси другие политики, которые в Станте-Хановской, соберенный подводный кабинет, которые спадают против войны, которые поддерживают Украину. Лукашенко очень хотела, чтобы все побольше обсуждали различные факты и вагантные заявления, а не видели, что вообще в Беларуси есть другие политические актеры. Вадим, а как же люди, жители Беларуси, россиян-то накрутили, им-то рассказали, что вот-вот должно было произойти нападение НАТО, и они все поверили. До сих пор это поддержка невероятная у Путина, и протестов нет, и по сей день верят, что если бы Путин не предугадал эту ситуацию, то давно бы Россия уже была захвачена. Ну, смотри, в Солорусских условиях мы видим, что за последние годы ситуация Беларуси и в России в том числе относительно внутренней политической динамики на очевидном образом очень сильно различается. И мы видим, да, действительно, заявления лукавринской пропаганды могут быть все ближе к российской, но для Лукашенко большая проблема в том, что среди всех общественно-политических акторов Беларуси по социологии многие довели одно из самых местных именно к государственным с ним. Им не верят, потому что люди еще хорошо видят эти же страшные сними, рассказывают, что якобы на улице Кометска были массовые беспорядки, что якобы туда все выходили фашисты, фашисты только с новым флагом, а люди прекрасно понимают, что туда выходили они, выходили друзья, и в фишки, и никто из них и кто из нас не фашисты. И в одно смысле доверие к государственной пропаганды крайне место, и в том числе, конечно, это влияет и на военную ситуацию, потому что и сейчас у белорусов нет особенного основания доверять государственным с ним и таким вот заявлением Лукашенко и всем этим рассказом про НАТО. Ну, тем более, что все рассказывают про то, что кровавый монстр НАТО, такой же был политик ММ, монстр НАТО, который подбирается по русским границам, тоже постоянная риторика Лукашенко в общем, свойственная диктатором нагнетания внешней угрозы, чтобы обосновать каким-то сплотиться вокруг лидера. И поэтому в такой ситуации мы, конечно, никакого особенного доверия у белорусов так не вызывает. И именно поэтому мы видим из Белоруссии не какие-нибудь российские митинги, а наоборот мы видим русов, которые фотографируют технику российскую про белорусский гайон, благодаря чему мы можем обсуждать не заявлениями на обороны, а конкретную информацию о перемещении российских данных. Ну и Лукашенко на фоне этого уже месяц говорит, что нужны переговоры. Несколько недель назад он говорил, что они необходимы для того, чтобы не было большого количества жертв. И Украина вообще осталась как государство и продолжила свое существование. А несколько дней назад заявил, что России нельзя выдвигать вообще никаких требований о выводе войск, в том числе из Херсона и Заборожья. Интересно, что при этом он даже слова не обронил, что Росармия бежала из Херсона уже как месяц. Вот что вы думаете об этих заявлениях Лукашенко? Он же делает такие заявления, чтобы было стоять у Путина. Вряд ли Путина будет стоять, если ему лишь стараться помнить про поражение российской армии. Он хочет рассказать ему что-то про то, что Украина, благословительные переговоры. Это одна сторона. А вторая сторона, вот мы уже с вами тоже рассудили, как в этой ситуации Лукашенко внутри себя не видит никаких вообще сил и возможностей с Россией споставляться, даже не рассматривает сценарий, как-то с этим бороться. И в этом смысле на фоне Украины в том числе выгляжет слабаком, который поддается российскому давлению. И Россия получает все, что хочет. Это неприятно. И отсюда в том числе это эмоциональное составляющее и в выпадах против Украины и, например, как это было в выпадах против Кашеляна, когда Лукашенко очень сильно красиво и эмоционально был на сессию в КТБ, рассказывал, как вообще Армения посмела сфотографироваться с Альбайджаном, зачем надо было с Альбайджаном договориться, создаться. И это, в общем, показывает, что Лукашенко неприятно видеть вокруг сильных лидеров, которые пытаются бороться как Украина успешно или как Армения и не особенно успешно, как она сказала. Но Лукашенко неприятно, ему хочется, чтобы все садились и так вот шли сразу на по пятну, сдавались и даже не пытались сопротивляться. А тогда ему будет себя совершенно комфортно чувствовать. И это такое психологическое объяснение. Мне кажется, оно больше объясняет эмоциональное сфотографирование. И, собственно, имеем всеми словами все эти переговоры и про необходимость все время оставить российские персоны, которые просто делаются вполне прагматично, чтобы сделать приятнее, допустим. Мне кажется, тут эмоции и прагматика вполне сочетаются у него. Вадим, спасибо большое вам за ваше мнение, за этот разговор. Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований был с нами в эфире Freedom.